Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии гость, непростой гость, это учитель истории, в то же время это привлеченный тренер Центра педагогического мастерства города Павлодара, которая занимается именно тем, что готовит учителей истории к новому учебному году в педагогическом, методическом плане, в плане какого-то мастерства. Поэтому накануне нового учебного года, который мы все ждем с разной степенью ожидания и эмоций, особенно родители, наверное, мы хотим поговорить о том, с чем живут современные учителя истории, вообще в целом о системе образования, так сказать, обновленная модель, которая была внедрена в 2017 году. Вот, подведем некоторые ее итоги и, наверное, о тех проблемах, вопросах и ожиданиях, которые есть у учителей истории средней школы. Итак, начнем. Рад вас видеть. Я тоже. Галина Олеговна, скажите, пожалуйста, как вы пришли в историю? Расскажите немножко о себе. Ну, на самом деле, это очень интересный, как мне кажется, кейс с точки зрения того, как советская школа готовила или не готовила к профессиональному самоопределению, потому что, когда я закончила школу, я абсолютно не знала, кем хочу быть, и я хотела быть одновременно во многих отраслях и сферах деятельности, и поэтому после школы я поступила совершенно не туда, кем я сейчас являюсь, и только через два года после того, когда поучилась в одном высшем учебном заведении, поработала в школе вожатой, и в итоге поступила на исторический факультет Томского государственного университета, одного из лучших в советский период времени, и по завершению на тот момент уже Советский Союз распался, и я решила, что как раз есть смысл вернуться к себе домой, в свой небольшой, но очень уютный город, Кебастуз, и пойти работать в школу. Так, собственно говоря, с 1994 года, уже очень давно, я работаю в школе. Это уже практически 30 лет, да, без малого. Очень большой срок, можно сказать, вы на своем жизненном профессиональном опыте прошли все этапы становления нашей системы образования. Расскажите, пожалуйста, об этом. Вот как она менялась за эти годы независимости? Наверное, в тот период времени, когда я начала работать в школе, сама педагогическая наука Казахстана, историческая наука Казахстана, методика преподавания нашего предмета, они претерпевали изменения, и это было связано с тем, что происходил отказ от прежних идеологических догм, приходили новые веяния, в том числе и из стран зарубежных, то, как там изучалась история. И, конечно, за этот период времени многое изменилось, и программ, и учебников, и подходы изменились в целом к отбору содержаний, к тому, как преподавать историю, как оценивать учеников. Вот, поэтому, на самом деле, конечно, непростые времена, но, как мне кажется, то, что происходит в последнее время, демонстрирует улучшение многих аспектов преподавания нашего предмета в школе. Ну, и здесь мы перейдем, наверное, к этой обновленной модели образования. С чем было связано ее внедрение? Почему мы к ней пришли и ее внедрили в нашу модель, в нашу систему? Ну, начнем с того, что, как мне кажется, она появилась не на пустом месте, потому что вот то, что внедрялось в наших школах по предшествующему стандарту 2013 года, оно уже было ориентировано на компетентностный подход в образовании, то, что на сегодня во всех странах мира признано как бы, ну, таким трендом в развитии, потому что мир изменился, изменились требования, которые как бы и общество, и экономика, и бизнес выдвигают к уровню подготовки выпускников к их способности адаптироваться к изменяющимся условиям. Вот, поэтому это движение, в общем-то, обновление, оно появилось не на пустом месте. Тут, наверное, уместно вспомнить, что с 2012 года Центры педагогического мастерства ООН «Азербайф интеллектуальной школы» начинали систему курсов повышения квалификации долгосрочных для учителей, вот уровни, вот эти самые курсы, первого, второго и третьего уровня, которые проходили учителя, и которые обучали работать по-новому, применять новые подходы к оцениванию учебных достижений учеников. И, наверное, следующим логическим шагом стал переход вот к тем самым обновленным программам, куда была заложена, как мне кажется, несколько иная логика вообще отбора содержания, образования, требования к уровням учебных достижений учеников, но все равно это базируется на компетенции, на подходе, на понимании того, чего раньше не было, да? Чего вот не было, скажем, естественно, в советской школе и в первые годы независимости. И то, что мы сегодня называем академические знания, плюс гибкие, ну, жесткие и гибкие навыки, навыки 21 века, которые нужны будут любому человеку для того, чтобы вписываться в современную жизнь, успешно в ней адаптироваться, развиваться, коммуницировать и так далее. То есть, если раньше, допустим, мы вкладывали в учеников знания, то есть они должны были обладать огромным каким-то массивом фактажа, в каком году это произошло, где находится вот это, к какому событию относятся, кто был правителем, ханом и так далее. То сейчас акцент сделан именно на навыки, правильно? Я бы сказала так, академические знания плюс навыки, потому что понятно, что на пустом месте, без наличия базы, без знания каких-то основополагающих, фундаментальных моментов в любой науке, навыки не могут развиваться. Что касается истории, то да, конечно, мы понимаем, что исторический опыт человечества накапливается, и невозможно знать всё. И к тому же сегодняшние дети задают вопрос, а зачем нам это знать, когда, нажав одну кнопку в смартфоне, мы можем всё это найти. Поэтому знания важны, безусловно, но также важны и навыки, в том числе навыки общего учебного плана, ну, скажем, в контексте, как найти информацию, нужно же понимать, когда ты её находишь, является ли она достоверной, надёжной, каким образом её можно использовать в практической жизни. Вот, это одно. А второе, это если касаться нашего предмета истории, то это, безусловно, навыки исторического мышления, без которых, с моей точки зрения, вот познание глубины нашего предмета и видение исторического процесса человечества панорамно, целостно, и понимание сути процессов, которые разворачивались в истории, продолжают развиваться сейчас, и дальше будут определять наше будущее, это очень сложно делать. Всё. Вот эти моменты, которые вы сейчас озвучили, действительно, наверное, они необходимы, да, современному молодому человеку в условиях быстро развивающегося мира. А какие ещё изменения претерпела именно программа по истории? Ну, конечно, следует обратить внимание на то, что отказались вот от этого подхода, который был раньше, широта охвата. Потому что понятно, что всё знать глубоко невозможно. Это один момент. Второй момент, как мне кажется, очень важный. Вот говоря о навыках исторического мышления, впервые в нашу программу было включено такое понятие, как исторические концепты, которые являются такими своеобразными, наверное, инструментами для мышления, которые помогают, если говорим об учителе, направить урок и деятельность учащихся под определённым углом зрения и как бы фокус, да, рассмотрение событий, личностей, явлений, процессов. В принципе, то, что сейчас применимо, наверное, в большинстве мировых практик. Да, опыт преподавания истории на основе концептов, даже больше скажу, не только истории, а многих других дисциплин на основе концептов, другими словами, концептуальный подход, он распространён во многих странах Запада. Здесь уместно, наверное, назвать опыт Канады, Великобритании, Новой Зеландии. Ну, в общем, многие страны англоязычные, в первую очередь, они базируют своё преподавание на концептуальном подходе. Хорошо. Как учителя истории восприняли эти изменения? Радостно, я не знаю, там, были ли какие-то с их стороны неприятия вот этих подходов? Знаете, мне кажется, вот когда мы говорим обобщённо, вот за общей картинкой могут скрываться очень важные детали. Мне кажется, здесь в этом вопросе в первую очередь очевидно, что люди, которые имеют разный опыт и у которых разный бэкграунд в плане преподавания истории, да, то есть какой багаж есть. Давно преподаёшь историю, пережил там формационный подход, да, в преподавании истории, или ты только начинаешь. Вот, поэтому, конечно, те, у кого нет слишком большого предшествующего опыта, те легче восприняли переход к обновлённому формату обучения. Вот молодые учителя, которые уже, может быть, и сами вошли вот в эту компетентностную модель образования и в вузах, это у них было немножко по-другому построено, нежели раньше, поэтому это им давалось легче, как мне кажется. Но я думаю, что курсы повышения квалификации, во всяком случае, мой опыт работы в аудиториях, а я с 2017 года работала с учителями именно истории, вот в рамках курсов повышения квалификации, говорит о том, что те учителя, которые готовы расширить, что ли, свои горизонты, готовы увидеть что-то новое и в чём-то новом найти какой-то позитивный смысл и здравое зерно, те, в принципе, находят для себя в обновлённой программе моменты, которые считают обоснованными, готовы их реализовывать и в практике так или иначе это делать. Ну, конечно, не будем скрывать, есть и те учителя, которые восприняли настороженно эту программу, были много, и, наверное, сохраняются, много сторонников в сохранении прежнего вот этого линейного подхода к изучению истории с 5 по 11 класс, то, от чего отказались мы. Кстати, это ещё одна новизна нашей программы, переход на концентры в преподавании, когда основы истории изучаются с 5 по 9 класс, а в 10-11 уже как бы второй концентр, возврат, но на более высоком уровне сложности. Хорошо. То есть, пройдя, изучая основные этапы истории, ученики в 9 классе этот процесс как бы изучения заканчивают, а в 10-11 классе переходят уже на более высокий уровень применения, как бы развития своих навыков, да? Что им даётся? Да, здесь нужно помнить, что по программам 2013 года уже был осуществлён этот переход, но, как мне кажется, то, что представлено в нынешних программах, так называемых обновлённых, качественно отличается тем, что как по истории Казахстана, так и по всемирной истории очень ярко представлен цивилизационный подход к изучению истории. Это несколько иночь. В 5-9-х это не просто линейное изучение событий от древности к современности. Далее очень ярко прослеживается интеграция содержания предмета истории, например, с обществознанием, потому что чисто предмета обществознания сейчас у нас нет в типовом учебном плане. Однако все темы, связанные так или иначе с обществоведческим знанием, они реализуются через курсы истории в 10-11 классе «История Казахстана» и «Всемирная история», потому что там рассматриваются отдельно сферы развития общества. То есть история как база для более глубокого понимания этих процессов, этих сторон? Да, с разных точек зрения эти процессы понимаем. И как с точки зрения истории, так и с точки зрения того, как развивается общество. И это дает возможность ребенку применить свои знания предмета истории на понимание сегодняшней действительности. Ну не ребенку, а уже, получается, выпускнику школы практически. До 18 лет они у нас еще по правовым актам остаются детьми. И как-то мы, как учителя школы, обычно молодые люди, но все равно они еще для нас остаются немножечко детьми. Так вот, они имеют возможность, благодаря такому построению программы, лучше ориентироваться в сегодняшнем дне и лучше понимать, как может быть завтрашний день выстроен с учетом того, что есть сегодня и что было вчера. Хорошо. Кстати, как изменились дети вот за этот период? Поколение за период, 30-летний период независимости. То есть те дети, которым вы преподали в 90-е годах, 2000-х, и вот сейчас 20-х. Ну, безусловно, я не открою Америку, если скажу, что мы сегодня наблюдаем межпоколенческий разрыв. Потому что вот эта теория поколения, которая популярна сегодня, можно, конечно, оспаривать, убедительность научных аргументов и обоснованность доказательств, но тем не менее мы видим, что действительно десятилетия отличаются в плане того, какие дети есть. И сегодня говорят о том, что вот поколение там центурионы, теперь поколение приходит альфа уже, и, конечно, они другие. И мы все понимаем, что дети, которые выросли, и среди первых навыков, которые освоены, это навык использования смартфона, причем... Один из первых. Один из первых, и причем, да, на уровне интуитивном, что самое главное, вот что важно, да. Вот, конечно, они совершенно другие, чем, скажем, поколение миллениалов, не говоря уже о 90-х годах. Поэтому дети другие, но это все равно дети, у них есть потребности, связанные с культурой детства, и лучшая часть, может быть, своей жизни, с точки зрения некоторых, да, потому что, когда в возрасте люди оглядываются назад, они вспоминают, а что было лучшим периодом. Многие считают детство таким замечательным периодом. Достаточно много времени проводят в школе, целых 10-11 лет, 12, это не так мало. Вот, поэтому, чтобы жизнь их в этот школьный период была комфортной, чтобы она давала им возможности понять, кто они, кем они хотят себя видеть. И жить не потом, когда они закончат школу, а жить здесь и сейчас, и самореализовываться здесь и сейчас, это тоже важно. У нас таких идей не было. Хорошо. В силу своей работы, тренерской работы, вы часто проводите курсы с учителями истории, как в Кибастузе Павлодарской области, так и в Республике в целом. Скажите, пожалуйста, вот, какой образ учителя, современного учителя истории школы? Кто он? Конечно, портрет будет собирательный, поэтому он предельно обобщен, да, вот, а мы любим, конечно, уникальности, вот. И хотелось бы, чтобы учитель, который сегодня работает любой, неважно какого предмета, но и истории в том числе, это был, безусловно, учитель, который любит то, чем он занимается, который получает от этого вдохновение, тот человек, который понимает, что ты интересен своим детям, я имею в виду детей, которых ты обучаешь, пока ты сам готов развиваться, а это значит, что тебе нужно постоянно продолжать учиться, осваивать какие-то навыки, и ты понимаешь, что в конечном счете это самому тебе, даже с точки зрения физиологии и хронобиологии, полезно постоянно развиваться, это учитель, который счастлив сам, лично как человек, потому что, как мне кажется, настолько высоко влияние учителей на учеников своих, поэтому то, какими мы себя несем, какую энергию мы несем нашим детям, как мне кажется, это очень сильно влияет на них. И когда мы слушаем, как выпускники школ вспоминают своих учителей, что они о них вспоминают, это, конечно, много говорит о том, кто их учил, как их учили, для чего и зачем их учили. Да, и зачастую они проносят вот эти воспоминания о себе всю жизнь. Да, и как мне кажется, это и есть, вот сегодня популярно говорить, особенно в профессиональной среде про статус педагога и что его закрепляет, но как мне кажется, самое главное, это то, как об учителях отзываются их ученики, потому что это вот самое главное подтверждение того, что ты сам и твой статус ценен для тех, кто целый большой кусок жизни прожил рядом с тобой, чему-то научился, пошёл дальше тебя или вернулся, как ты в профессию стал, скажем, историком или учителем в школе. Ну хорошо, хорошо, спасибо. Ну вот здесь такой, скажем, такой положительный образ, но ведь и учителей истории тоже есть свои какие-то проблемы. Безусловно. И какие? Личные, но и в большей степени профессиональные. Вот с чем они, допустим, с вами делятся? Какие вопросы, какие проблемы, какие-то ожидания у них есть? Да, конечно, переход на обновлённую программу это был очень мощный вызов для всех и в том числе для учителей истории, потому что вдруг оказалось, что какие-то вещи, которые ты делал раньше, возможно, уже сегодня не востребованы, что тебе, чтобы соответствовать той высокой планке, которая предполагается обновлёнными программами, тебе нужно очень много затрачивать энергии, очень много времени. Насколько ты в состоянии выделить столько времени для того, чтобы готовиться самому по-другому к урокам, по-другому их проводить, насколько твой профессиональный багаж, насколько ресурсы, которые у тебя есть в распоряжении, я имею в виду методические ресурсы, позволяют реализовать эту программу, хватает ли тебе, скажем, исторических источников, или тебе приходится часами сидеть в интернете и находить что-то такое интересное, что какой-то крючок, за который ты зацепишь внимание учеников и дашь им возможность порассуждать, выдвинуть какие-то гипотезы, идеи, и потом поисследовать их. Это на самом деле очень большой труд, и, конечно, хотелось бы, чтобы было побольше инструментов, которые бы помогали учителю всё это реализовать. Здесь, как мне кажется, вот должно быть чёткое понимание, что именно в этот раз, когда вводились обновлённые программы, ну, Министерство образования или Назарбаев интеллектуальной школы, или в целом, давайте будем так говорить, государство сделало какие-то, ну, как поддержку обеспечило какую-то учителям, потому что и портал был создан, где размещались материалы первичные для того, чтобы учителя могли опереться на них. Вы имеете в виду наш портал, история Казахстана? Я к вашему порталу перейду. Очень приятно. Я имею в виду портал из СМК ЕДУК ЕЗ, где были расположены вот многие материалы касательно критериального оценивания, некие образцы уроков от учителей Назарбаев интеллектуальных школ, хотя бы что-то, на что можно было изначально опереться. Почему так говорю? Потому что в предшествующие годы, ну, я могу так говорить, имея 30-летний опыт за спиной, ранее были программы, были учебники, были методички, курсы проводились, но не более. Как мне кажется, вот сейчас, ну, конечно, больше возможностей технических, но и, соответственно, поддержки больше. Касательно вашего портала, очень хорошо, что мы заговорили, потому что... Весь внимание. Не знаю, с какого года, я не задавалась целью поисследовать, как давно вы работаете. С 2013 года, в этом году 10 лет. Я вас поздравляю тогда с этим. Но я действительно начала использовать материал очень давно, ещё до перехода на обновлённое содержание, потому что всегда не хватало какого-то такого хорошего профессионального контента, который позволил бы за короткий промежуток времени с использованием визуального, аудиального ряда показать детям что-то интересное в начале урока, какой-то такой вот первоначально стимулирующий материал для того, чтобы заинтересовать их в изучении новой темы. А у вас как раз эти материалы были, у вас было много инфографики, у вас были очень хорошие короткие ролики, посвящённые, ну, скажем, 550-летию казахского ханства, ещё какая-то серия, я помню, там была интересная, динамичная. Плюс сегодня ваш портал продолжает сохранять значимость, как мне кажется, для всех учителей истории. Почему? Потому что, когда мы создаём уроки, особенно для старшеклассников, или делаем материалы для суммативного оценивания, и нам нужны тексты, потому что одна из форм работы на уроке истории — это работа с текстами, не только исторических документов, но и информационными источниками. Как мне кажется, вот у вас всегда можно найти по любой теме материал, который можно адаптировать, предложить их ученикам. не говоря уже о том, что если я работаю в старших классах, и мне не хватает каких-то профессиональных знаний, или мне нужно что-то там, скажем, восполнить, какие-то пробелы, поскольку давно учился в высшем учебном заведении, можно почитать материалы у вас. — Большое спасибо. Очень приятно слышать такие слова, когда действительно убеждаешься, что портал работает на человека, на ученика и на учителя и приносит свою пользу. Спасибо. — Вам спасибо на самом деле. — Хорошо. Напоследок хотелось бы задать вопрос о том, что ожидать учителям и ученикам в новом учебном году. — Да, вопрос, конечно, очень хороший. Мы всегда переживаем по поводу того, что будет в новом учебном году, тем более, что практика всех последних лет показывает, что каждый год вводятся какие-то изменения. Ну, наверное, правомернее было адресовать бы этот вопрос представителю Национальной академии образования имени Алтон Царина, потому что именно они каждый год разрабатывают инструктивно-методические письма, где речь идет о том, какие будут подходы реализовываться, на что нам опираться в своей практической деятельности. — Это, наверное, будет озвучено в августовском совещании. — Сейчас у нас будут проходить и уже начинаются августовские совещания во всех регионах и в целом в республике. И, да, безусловно, проект письма уже был опубликован, теперь будет опубликован полный документ, и мы уже точно будем знать, на что ориентироваться в своей работе. Но я думаю, что вот та работа, которая была после съезда учителей истории в Петропавловске в марте прошлого года начата по обновлению программ. Она не завершена, она будет продолжена. Это мы видим из комментариев представителей Национальной академии образования и Центра экспертизы содержания образования. Поэтому нам остается ждать, какие программы придут на смену обновленным, что будет сохранено, что улучшено в новых программах, какие вслед за этим к нам придут новые учебники, потому что, конечно, учебники с течением времени, это логично, должны меняться. Ну, я лично оптимист по жизни, поэтому я жду только всего лучшего. Новых учеников, новых идей, новой энергии, новых свершений. Вот и вам, вашему порталу, и всем учителям республики, всем ученикам, всем родителям можно пожелать только этого. Проблемы всегда будут, это неизбежно, но как историки мы понимаем, что проблемы — это новые возможности на самом деле. Ну, как вы прекрасно закончили. Вам большое спасибо за такое содержательное интервью. Вы действительно показали и динамику изменения нашей системы образования, и тот статус учителей, который они достигли к этому времени. Вам же мы тоже хотим пожелать успехов, творческих успехов в вашем непростом благородном деле, миссии, можно сказать, которые несет каждый учитель. Успехов хороших, ответственных учеников, партнеров, ну и таких же, наверное, талантливых, как вы, педагогов, учителей истории. Спасибо большое. Большое спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok